Как получать богатые контракты? 7 советов для алчных агентств. Известно, что критерием выбора подрядчика не всегда является суть его предложения, опыт, команда и цены. Подрядчик часто выбирает за количество и качество лапши, которое он влил клиенту в уши. За красивых сотрудников и сотрудниц. Вдруг дадут. За умение красиво рисовать отчеты, которые с минимум копипастов можно отправить вице-президенту. И бинго! За откат. Тем агентствам, кто хочет такие контракты, инструкция. Часть первая. Придумал не я. Константин Максимюк. Новый интернет. Поехали. Покажите сиськи! Навстречу клиенту берите максимум ухоженных телок, дорогого мужика из топов и нечто креативное в свитере для клоунады. Клиент в курсе, что ни один из них не будет делать ничего руками. Клоун будет, но недолго. Поглядывать за проектом у этой кодлы есть время только под кофеек на еженедельной планерке. Остальное время им надо делать час по встречам. Зато клиент посмотрит, кого он будет кормить. Не потать с тем, кто будет работать. Арбатом будут дети, фрилансеры или субподрядчики. Опаздывайте! Всегда приезжайте на своих кредитных жуках и мини. Ну, можно чуть подороже, конечно. Конечно, вы попадете в пробку, а потому опоздаете. Не переживайте. Чем позже приедете, тем вы круче. Проверено. Звездные агентства так и делают. Далее. А клиент подождет. Tell them how strong you are. Делайте длинную презентацию с большим количеством умных слов и слайдов. У вас покупают именно это. Примеры. 40 слов. Интегрированная коммуникационная среда. Инновационный интерфейс. Brand awareness. Еще 10 про клиента, как будто он типа сам про себя ничего не знает. Обязательно расскажите про рынок сегодня. Большими буквами. И западные кейсы. Упомяните, вы чьих бояр будете. То есть назовите крышующую компанию. Кто дал вам денег на офис и бухгалтера. Заодно присвоив себе часть их заслуг. 10 лет назад, возможно, они еще и работали. И сделали какой-нибудь классный проект. Грех этим не воспользоваться. Конец первой части. Конец первой части. Продолжение следует...